так у нас уже был первый пробный запуск мы его засрали доки доки вот и сейчас мы заново новую игру начнем я думаю да новая игра так окей вдалеке я увидел шумную девушку она бежала по направлению ко мне размахивая руками в воздухе так будто ей плевать на то излишнее внимание которое она к себе привлекает это девушка сайори моя соседка и хорошая подруга детства ну знаете такие друзья с которыми вы толком и не видитесь но они остаются таковыми просто потому что вы знаете друг друга слишком долго такие дни как этот мы раньше ходили в школу вместе но начиная со старшей школы она начала все чаще и чаще просыпать конце концов и просто устал постоянно ждать ее но если она так и будет бегать за мной как сейчас то будет лучше просто убежать подальше хороший совет братом в итоге я просто вздохнул и стал напротив перехода до сайори догнать меня смирился с происходящим так ха ха шо у нее за скобочки вместо глаз я опять проспала что-то я чуть твою реплику не забрал но я догнала тебя в этот раз возможно но только потому что я решил остановиться и подождать тебя так ты мужские почему-то читаю тоже обратила внимание что ты женские и мужские давай ты эту и ты сказал это так словно хотел проигнорировать меня смотря на обижены не такой фронт напоминает кое-кого давай это грубо били ай ладно что ж если люди будут таращиться на тебя из-за того что ты странно себя ведешь тогда я не хочу чтобы они подумали что мы пара или что-то вроде того направлено честное мнение важно ладно ладно а это что-то меня часто щипаешь сейчас не надо было не по сценарию как ты действует но все-таки ты меня подождал мои довольны бабы я думаю что ты не сможешь быть букой даже если захочешь она влюблена в него как скажешь саюри хи 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 мы вместе перешли дорогу и продолжили свой путь к школе короче давай тогда я буду читать завтра изобилие а ты за саюри всю женскую да хорошо не только за саюри по мере приближения улицы все больше заполняются другими учениками совершавшими свой повседневный поход на учебу кстати били ты уже решил в какой клуб вступишь клуб я уже говорил тебе я не заинтересован в вступлении в клуб даже не искал еще а это неправда ты сказал мне что вступишь клуб в этом году какой куб разве все мужчины забывают возможно я и вправду мог это сказать в одном из множеств наших разговоров где я пренебрежительно соглашался со всем что она говорила саюри любит слишком много беспокоиться за меня в то время когда я полностью удовлетворен тем что прожигаю свое свободное время сидя за играми и аниме брата как я тебя понимаю ага я говорила о том как я волнуюсь из-за того что ты не научишься общению в коллективе и не приобретешь никаких умений перед колледжем жизнь это какая я уже закончил колледж учишься твое счастье очень важно для меня знаешь ли я знаю что ты всем доволен на данный момент но мне хочется умереть от мысли что ты станешь хиканом ближайшие пару лет потому что совершенно не живешь реальной жизнью она дело говорит ты ведь не доверяешь так не заставляй меня волноваться за тебя ладно ладно я посмотрю пару клубов если это тебя обрадует но я так понимаю он выберет читательский клуб раз игра называется доки год доки клуб литературы типа литературный клуб хоть ничего и не обещаю правильно не давая обещаний которые не хочешь исполнять но ты можешь по крайней мере обещать не что хоть немного постараешься да думаю это я могу пообещать что так женщина ей сколько радости и почему я позволил себе отсчитывать такой обеспеченной девчонки более того я поражен что вообще слушаю ее но все-таки глядя на то как сильно она за меня переживает так или иначе захочется ей помочь даже если она преувеличивает этот день в школе был таким же обычным как и всегда и закончился он прежде чем я опомнился после того как я упаковал свои вещи я уставился в стену пытаясь найти хоть каплю мотивации да с этим порой проблемы клубы сайоре хотела чтобы я рассмотрел варианты клубов похоже у меня нет выбора кроме как начать с аниме клуба хороший вариант привет это вопрос я тоже не поняла сайоре сайоре должно быть зашло в класс пока я витал в боках это понимаю они из разных классов видимо да я оглянулся и понял что я остался в классе один я думала что поймаю тебя когда ты будешь выходить из класса но увидела как ты сидишь что ты просто витаешь в облаках поэтому зашла честно говоря ты иногда даже хуже меня я впечатлена чем впечатлена тем что он хреновый тебе не нужно меня ждать если из-за этого ты опоздаешь в свой клуб но я посчитала что тебе нужен некий стимул поэтому я подумала ну знаешь знаю что ну что ты мог бы вступить в мой клуб какой какой у него куб интересно наверно наверное литературный сайоре да ни при каком раскладе я не вступлю в твой клуб и злюка опять она это бука сайоре вице-президент литературного клуба понятно все и то чтобы я знал что она интересуется литературой самом деле я на 99 процентов уверен что она сделала это только потому что считала что будет весело помочь основать новый клуб а а поскольку она была первой кто заинтересовался клубом после основателя она и получила титул вице-президент карьерный рост такой не говоря уже о том что мой интерес к литературе и литературе еще меньше ага я пойду в аниме клуб я тоже пошел пожалуйста пойдем а а почему тебя это вообще так волнует ну я вроде как сказала вчера в клубе что приведу нового участника и нацуки испекла кексики и все такое ты любишь кексики нацуки не давай обещаний которые не можешь держать а уж не могу сказать действительно ли саюрина столько ветреная или она планировала это самого начала я спустил длинный вздох правильно помогает подумать и выразить свое ворчание хорошо я взгляну ради кексов ладно на ради кексов я бы тоже заглянул да пошли и так сегодня знаменуется день когда я продал свою душу за кексы я удрученно следовал за саюри по лестнице в часть школы которую я редко посещал используемую в основном третий год коми и для мероприятий саюри по полной энергии распахнула дверь комнаты эй все новобранец здесь я же говорю тебе не называй меня новобранец я видел комнату добро пожаловать в литературный клуб рада с тобой встретиться привет саюри всегда хорошо отзывалась о тебе серьезно ты привела парня это убьет всю атмосферу ох билли что за приятный сюрприз ого сразу видно что вот это посередине самая ворчливая потому что она самая плоская добро пожаловать в клуб как это вот озвучивает как это вот озвучивает в такой ситуации я потерял дар речи этот клуб полон невероятно миленьких девушек такие дела на что он ставился я он не на тебя если хочешь сказать что то скажи попростите нацуки хм девушка с кислой мины чье имя судя по всему нацуки единственное кого я не заметил судя по ее маленькой фигуре она скорее всего первогодка также она по словам саюри та кто сделала кексы можешь просто игнорировать ее когда она начинает капризничать саюри сказала это тихо мне на ухо затем повернул их другим девушкам итак это нацуки всегда полна энергии а это юри она умнейшая в клубе юри не надо так говорить а в кроме еще к тому же ай похоже наиболее взрослой робкой среди всех юри приходится тяжело с кем-то вроде нацуки эх что ж приятно познакомиться с вами обеими там еще третий какая-то и похоже ты уже знаком с моникой так моника верно приятно увидеть тебя снова билли кто такая моника 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 приветливо улыбается ле мы действительно друг друга знаем мы редко разговаривали но в прошлом году мы были в одном классе умная красивая спортивная моника была пожалуй самой популярной девушкой в классе в общем абсолютно не мой уровень поэтому ее искренняя улыбка заставляет меня чувствовать себя немного но я бы так же подумал что ты на меня так смотришь тебя тоже моника проходи присаживайся билли мы освободили для тебя место за столом поэтому можешь сесть рядом со мной или моникой ой я принесу кексики эй я их сделала я и принесу прости я немного увлеклась в таком случае как насчет чая не против ты всегда за девушки сдвинули несколько парт чтобы составить из них стол как и упоминала Сайори они расширили его таким образом чтобы появилось одно место рядом с моникой и одно около Сайори нацуки и юри отошли в угол комнаты где нацуки взяла завернутый в фольгу поднос а юри открыла шкафчик все еще чувствуя себя неловко я занял место напротив Сайори а почему не было выбора нацуки гордо прошла к столу неся в руках поднос итак вы готовы тада ля она довольна собой воу нацуки простите ладно нацуки сняла фольгу с подноса и раскрыла дюжину белых кексиков украшенных так чтобы проходить чтобы походить на маленьких котиков ля усики были нарисованы глазурью а в качестве ушек были использованы маленькие кусочки шоколада нацуки так мило я и не знала что ты так хороша в выпечке нацуки эхэхэ ну теперь знаешь просто поторопись и возьми один сайори берет первый потом моника я следую их примеру вкуснятина сайори говорит с полным ртом и уже умудрилась испачкать лицо в глазури я покрутил кекс в своих пальцах подыскивая наиболее удачное место для укуса нацуки молчит еще что нить высрит я замечаю ее короткий взгляд направленный на меня она ждет пока я попробую ля интересно как он скажет свое мнение наконец я кусаю глазурь сладкая и насыщенная интересно неужели она сделала это сама и правда неплохо спасибо нацуки почему ты меня благодаришь не то чтобы я кажется я слышал это где-то ранее и сделала это для тебя или что-то вроде такого я думал ты по сути это и сделала сайори сказала ну может быть но не для ну знаешь тебя дурак ладно ладно я сдался перед странной логикой нацуки и прервал разговор юрий вернулась к столу принеся сервис она аккуратно расставила чашки напротив каждого из нас а затем поставила чайник рядом с кексами что-то случилось? все нормально вы что целый чайный сервис в этой комнате храните? не переживай учителя дали нам разрешение в конце концов разве не горячая кружка чая лучше всего помогает насладиться хорошей книгой откуда знаю я не читаю наверное не пугайся Юрий просто старается впечатлить тебя это не это не Юрий обиженно отвернулся я хотела сказать на самом деле я тебе я тебе верю хоть чтение с чаепитием и не совсем мое хобби но я по крайней мере смогу насладиться чаем я рада юри с облегчением улыбнулась моника подняла брови а затем улыбнулась мне и так что ты решил по поводу литературного клуба я боялся этого вопроса что-то подсказывает мне что не стоит говорить монике что меня сюда по сути притащила саюри что ж я все еще не вступил в какой-либо клуб и саюри похоже счастлива здесь поэтому все в порядке не стесняйся мы позаботимся о том чтобы ты чувствовал себя как дома хорошо мой долг как президента литературного клуба позаботиться о том чтобы клуб был веселым и интересным для каждого моника я удивлен как ты вообще решила основать свой собственный клуб ты вполне могла бы занять одну из лидирующих должностей в любом из крупных клубов разве не ты была главой дискуссионного клуба в прошлом году дискуссионный хану ты знаешь если честно я не выношу всю эту политику вокруг клуб крупных клубов такое ощущение словно в них нет ничего кроме споров о бюджете и работы на публику а также подготовки к мероприятиям я бы лучше предпочла заняться чем-то что нравится лично мне и сделать из-за этого что-то особенное и если это вовлечет других литературу то тогда я точно исполню эту мечту моника и правда прекрасный лидер юрий тоже кивает согласие тогда я удивлен что в клубе все еще не так много людей сложно должно быть основывать новый клуб можно сказать и так не так много людей заинтересованы в прикладывании усилий чтобы принести что-то новое особенно когда это что-то не особо привлекающее внимание как литература да я живаю нужно очень постараться чтобы убедить людей в том что это интересно и стоит того но благодаря этому школьные мероприятия как например фестиваль становится гораздо важнее я уверена что мы все действительно сможем развить этот клуб до того как выпустимся не так ли ребята да выложимся на полное еще бы все восторженно соглашаются кроме собственно бирли такие разные девушки но все заинтересованы в одной цели моника должна быть действительно постаралась чтобы найти этих троих может быть поэтому они так рады вступлению нового участника хотя я все еще не знаю смогу ли подерживать такой же уровень энтузиазма насчет литературы и так били ты что ты любишь читать состав освежителей воздуха ну учитывая то как мало я прочитала за последние пару лет я не могу ответить на этот вопрос мангу жеза я тихо промочу себе под нос полушутя нацуки резко поднимает голову это выглядит так будто она что-то хочет сказать но молчит не такой уж и читатель полагаю ну это может измениться что я несу я сказал не подумав после того как увидел грустную улыбку юри кстати а что насчет тебя юри что ж если подумать что заинтересованность в юре ну юре провела пальцем по краю своей чашки больше всего мне нравится романы с проработанными и целостным фантастическим мир хороший вкус уровень мастерства и креативности сокрытый в нем поражает меня какая девушка и способность рассказать хорошую историю настолько чужом мире в равной степени впечатляет юрий продолжает говорить похоже она очень страстно относится к чтению она казалась такой скромные замкнутой когда я пришел но с уверенностью можно сказать потому как загорелись ее глаза что ей комфортнее среди книг не людей но знаешь мне нравится и многие другие вещи истории с глубокой психологии частенько заставляют меня нырнуть в них с головой разве не удивительно то как писатель может воспользоваться нашим собственным отсутствием воображения чтобы выбить нас из клеи но так или иначе в последнее время я прочитала немало ужастиков а я однажды читал ужастик я в отчаянии хватаюсь за что-то о чем знаю хоть немного в таком раскладе юрий могла бы с таким же успехом ввести диалог с камнем серьезно не ожидала подобного тебя юри какое-то неодобряющий взгляд от кого от кого-то настолько утонченного полагаю можно и так сказать но если история заставляет меня задуматься или затягивает меня в другой мир тогда действительно не могу оторваться сюрреалистичным хоррору частенько лучше всего удается заставить читателя задуматься о собственном взгляде на мир пусть и на короткое время ох ненавижу уже стеки высокие вредные до по 9 ужастиков там важны все 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 кроватка там оба бога босса на тура стеков ох почему ну я просто на цыке на долю секунды стрельнула в меня глазами так что за вот именно выстрелы не важно и правда ты ведь обычно пишешь о более миленьких вещах не так ли на цыке что почему ты так подумала ты оставила кусок смятой бумаги после последнего собрания клуба похоже на то что ты работаешь над поэмы под названием не говори об этом вслух и верни мне хорошо хорошо это вы кексики только твои поэмы все что ты делаешь настолько же миленько как ты и сама сайори подкрывали за спину на цыке и закинула свои руки ей на плечи я не миленькая нацуки ты пишешь свои собственные поэмы я бы тоже охранял но иногда я думаю какая тебе разница я считаю что это вполне ну что это впечатляюще почему бы тебе не показать нам как-нибудь нет на цыке отвела взгляд они тебе не понравится еще не очень уверенный писатель я понимаю что чувствует на цыке что поделиться при таком опыте письма нужно куда больше чем просто уверенность истинная форма писательства это когда ты пишешь для себя самого нужно хотеть открыться своим читателям обнажать свои уязвимости показать им даже самые далекие горизонты своего сердца какая это юри да у тебя тоже есть писательский опыт юрий ай может если ты поделишься некоторыми своими работами ты сможешь подать примеру помочь на цыке почувствовать себя более уверенно чтобы делиться своими можешь поклацать мышкой куда просто так похоже с юре тоже проблема у я хотел бы почитать поэмы каждого некоторое время мы сидим молча ладно ребята у меня есть идея на цыке с недоумением смотрят на монику давайте все пойдем домой и напишем свои собственные поэмы и тогда когда встретимся следующий раз мы все друг с другом и мы поделимся с таком случае все будут равны да сделаем это плюс ко всему теперь у нас новый член я думаю это поможет нам почувствовать себя покомфортнее друг с другом и укрепить наши узы в клубе я вот эту фразу новый член я тоже так а что ты горишь на самом а также подумал не так ли билли моника горячо улыбнулась мне еще моника горячо погоди все еще осталась одна проблема какая пилком в клуб теперь когда мы вернулись к изначальному вопросу о моем вступлении в клуб я выпалил все то что занимало мои мысли все это время я не говорю что вступлю в этот клуб сайори уговорил меня заглянуть сюда но я еще не принимал какого-либо решения у меня еще остались другие клубы которые я могу посмотреть и я потерял ход мыслей все четыре девушки смотрели на меня подавленными взглядами и будут но извини я считала билли вы все я я беззащитен против этих девушек и как я должен принимать взвешенные решения в такой ситуации ладно если написание поэмы это цена которую нужно заплатить чтобы проводить дни в компании этих красивых девушек хорошо ладно тогда и решим я вступлю в литературный клуб какого литературного клуба в жизни жорим почему поочередно в глазах девчат зажигается огонек да я так счастлива сайори обхватила меня рук руками прыгая на месте эй ты и правда напугал меня на мгновение переживать если бы ты и правда пришел сюда только за кексами это и правда было бы супер бога ой срать значит теперь это официально добро пожаловать в литературный клуб ох спасибо наверное и так ребята думаю что на такой хорошей ноте мы можем официально закончить сегодняшнее собрание все запомните сегодняшнее задание написать поэму и принести ее на следующую встречу чтобы мы все могли ими поделиться моника еще раз взглянула на меня билле мне не терпится увидеть как ты себя покажешь это смогу ли я действительно произвести впечатление на звезду класса монику моим посредственным навыкам писательства я уже ощущаю нарастающее чувство тревоги между тем девушки продолжают болтать пока юрий нацики убирают еду за стола и били раз муж оба здесь хочешь пойти домой вместе подкат и правда сайори и я перестали ходить домой вместе поскольку она постоянно оставалась в клубе после школы конечно почему бы и нет эй и и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok